Книга пророка Исаия Книга с огромными-огромными кладезями Божьей благословения Я хотел бы вместе с вами сегодня коснуться первой части, первой одной трети, девятой главы, очень известное место. И хотел бы вместе прочитать сначала, давайте прочитаем с конца восьмой главы. Кстати, если вы посмотрите в английских библиях, если вы пользуетесь английскими библиями, то последние слова восьмой главы, они в английских библиях являются первыми словами девятой главы, то есть это первый стих девятой главы. Но мы прочитаем самые последние слова восьмой главы, здесь у нас стоит 23 стих, но в действительности он 22 в русской библии. Самое последнее предложение и дальше. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Прежнее время умолило землю Заволонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной светло сияет. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежды, обогренной кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида, и в царствию, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом, и правдой отныне и до века, ревность Господа Саофа сделает это». Чаще всего, когда мы вспоминаем 9 главу книги пророка Исаия, мы вспоминаем Рождество. То есть обычно ее читают в рождественские дни, на рождественские праздники, но в действительности это намного более значимые истины. Я хотел бы сначала посмотреть, о чем идет речь. Если вы вернетесь вот к первым стихам, там земля Завулонова, земля Нефалимова. Трудно выговорить эти слова, во-первых. Во-вторых, конечно же, большинство не знает, о чем здесь идет речь. Почему здесь Завулон и Нефалима, какую роль вообще они играют. Для того, чтобы понять, давайте немножко разберемся, о чем идет речь. И я хотел показать вам карту, чтобы мы могли иметь общее представление. Помните, что земля израильская была разделена на 12 колен. И сразу же после Соломона сын Соломона Раваам потерпел крушение. Так что 11 или 10,5 колен отделились, вот эти все колена отделились в Северное царство, которое названо было Израиль, а вот это осталось Иудея. Иудея немножко Вениамина там прихватили еще кусочек. Так вот, вот эти 10,5 колен достаточно быстро впали в долопоклонство, практически сразу. Их цари избирали злые, безбожные пути. Они жили нечестивой жизнью. Они не искали Господа. Они оставили закон. И, естественно, Господь предупреждал их о том, что вот-вот грядет наказание. Он посылал разные наказания. Ну, в конце концов, самое большое, самое серьезное наказание, о котором Господь говорил еще в книге «Второзаконие», нагрял на них, и это наказание пленения. Известный факт, я думаю, что многие знают о том, что в 722 году вот эти все 11 или 10,5 колен были захвачены ассирийцами. Вот Дамаск – это Сирия, а Ассирия, она еще вот здесь вот выше и правее, то есть северо-восточнее от Израиля. Они были захвачены ассирийцами, и через 150 лет еще иудеи были захвачены уже вавилонянами. Вавилон где-то вот здесь расположен, то есть туда еще на восток дальше. Но мало кто знает, мало кто помнит или вообще знает, наверное, что захватническая война ассирийцами, она имела две фазы. И самая первая фаза произошла в 733 году, то есть за 11 лет до того, как пал весь Израиль. Очень интересно, что в 733 году были захвачены колено Нефалимова, колено Заволонова и в восточной Манасе, то есть транс-иорданская или заиорданская стороны. Так вот, пророк Исаия пишет между 733 годом и 722 годом. Он пишет в то время, когда вот эти земли уже пали, когда мгла уже их покрыла полностью, когда Божье наказание уже прокатилось своим катком по этой территории, и пророк Исаия обращается ко всему Израилю. Но он выделяет особенно вот эти местности и говорит о нескольких серьезных вещах. Он говорит, во-первых, о тьме, которая сгустилась, во-вторых, он говорит об удивительной надежде, которая, несмотря на эту тьму, присутствует у этих людей. Ну и самое главное, он говорит о сверхъестественном Божьем решении этой проблемы. Почему это важно для нас? Это важно не только для того, чтобы мы могли знать историю. Конечно же, здесь еще один очень интересный факт. Он заключается в том, что мы снова видим удивительную точность Божьих пророчеств. Мы видим, как точно Господь все организовал. Это не просто знание того, что будет. Это точное, знаете, выстраивание фактов самых разных. Мы видим, как Господь действует в этом. Но самое главное, друзья мои, самое важное. Дело в том, что у каждого из нас тоже есть периоды, когда мгла покрывает нашу жизнь. Когда мы входим в период тьмы. Когда мы живем, и единственное, что мы видим впереди – это безнадежность. И что самое тяжелое, что очень часто причиной этой мглы являемся мы сами. Наши неточные решения, наши провалы, наши грехи. И вот сегодня, когда мы слышим это слово пророка, обращенное к Израилю тогда, друзья мои, это слово сегодня звучит к народу Божьему, к каждому человеку, который принадлежит Иисусу Христу сегодня. Давайте посмотрим на эти три грани перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней сегодня. Итак, сгустившаяся тьма. В прошлой проповеди по Исаии, она была сколько-то времени тому назад, мы говорили о проблеме дома Давидова. Помните, седьмая глава, когда Ахаз, видя надвигавшуюся на него угрозу, эта угроза была со стороны Сирии и со стороны Северного Израиля, он не был готов обратиться к Богу Иегове, он не хотел довериться Богу. Вместо этого он ходит и проверяет водопровод, то есть фортификацию своего города, его готовность к тому, чтобы противостать возможной осаде. И вот после этого пророк Исаия провозгласил ему знаменитые слова. Седьмая глава, 14 стих. Итак, сам Господь даст тебе знамение, даст вам, точнее, знамение. Он обращается к дому Давидову. Вот дева в Ачееве примет традицина и нарекут ему имя Мануил. Известное пророчество, мы подробно говорили об этом в той проповеди. 16 стих. Ибо прежде, нежели младенец этот будет разуметь, отвергать худой, избирать доброй, земля, та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями. То есть и сирийцы пропадут, и Северный Израиль тоже потеряется. Бойся другого. С одной стороны, Бог говорит о том, что проблема, которой опасался Ахаз, скоро исчезнет. Он совершенно лишнее делает, когда он ходит и проверяет прочность своей фортификации. Она не понадобится. Она не понадобится. Вот мы по-человечески думаем так. Возникает угроза, и у нас есть план решения. И мы вокруг этого строим всю нашу жизнь. Выдержит, не выдержит. Устоит, не устоит. Ахаз, как и многие цари израильские, продумывает, кто возможный союзник. Как его можно купить, что нужно сделать. Они берут деньги и золото из храма, несут египтянам для того, чтобы они все решают в своем уме. Исайя приходит и говорит, это не нужно. Они не понадобятся. Вот эти два царя, которых ты сейчас боишься, они прежде, чем ребенок вырастет до 13 лет, они исчезнут, как угроза. В 17-м сихе мы читаем о другой проблеме. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего, какие дни, какие не приходили со временем отпадения Ефрема от Иуда, то есть со временем разделения царства на две части. Наведет царя Ассирийского, которого не видно еще было тогда Ахазу. И будет в тот день, даст знак Господь мухи, которые при устье реки Египетской, и пчеле, которые в земле Ассирийской, то есть египтяне и ассирийцы. И прилетят и усядутся, все они по долинам пустелым, по расселенным скалам, по всем колючим кустарникам, по всем деревням. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки царем Ассирийским. Голову и волосы на ногах и даже отнимет бороду. То есть угроза Израиля исходила не от окружавших их народов, которых они боялись, а от самого Бога. По причине их греховности Бог был готов наказать их самым тяжким наказанием. Вот почему, продолжая свое обращение, пророк провозглашает. Посмотрите, Исаия 8, глава 12 стих. Не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится. Не страшитесь. Это типичная картина в нашей жизни, друзья. Мы боимся всевозможных вещей, которые по-человечески представляют нам угрозу. Пророк говорит, не бойтесь, не думайте о заговорах, не думайте о всемирной конспирусе, о каких-то вещах, которые обязательно will get you. Нет, не думайте в этом. Дальше посмотрите, 13 стих. Господа Саваофа, его чтите свято. Он страх ваш, он трепет ваш. Не бойтесь своих человеческих страхов, преувеличенных вашим сознанием. Это сто процентов, как это бывает. Господа Саваофа бойтесь. И посмотрите, его реакция, 17 стих, опять 8 глава мы ищем. Итак, я надеюсь на Господа. И посмотрите дальше. Сокрывшего лицо свое от дома Яковлева. И уповаю на него. Пророк находится в положении, когда Божий суд, когда вот эта тьма, мгла, которую он говорит в конце, она уже этими тяжелыми тучами обложила народ. Господь сокрыл свое лицо. Но Исаия имеет эту привилегию, он знает Господа. Он говорит, итак, я надеюсь на Господа, который сокрыл свое лицо от дома Яковлева. И уповаю на него. Вот я и дети, которые дал мне Господь. Друзья, это реальность жизни. Если мы посмотрим на жизнь, которая была тогда, если мы посмотрим на все, что было между тем временем и нами сегодня, если мы посмотрим на нашу жизнь сегодня, друзья, мы сегодня живем в мире, в котором мгла и мрак не менее густые. В самых разных сферах жизни. Это то, что реально. К сожалению, израильтяне избрали другое. Вместо доверия Богу, вместо того, чтобы обращаться к закону и откровению, к обетованиям Божьим, они искали человеческих решений, в результате их жизнь была повержена во мглу. Посмотрите еще раз, 22 стих 8 главы. «И взглянут вверх, посмотрят на землю, вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму». И вот здесь вот это важное слово. Но не всегда будет мрак там, где он теперь сгустел. Прежнее время умолило землю Завлонову и землю Нефалимову. Мы уже говорили о том, что ассирийцы уже пришли туда. Они уже захватили. Уже язычество перепахивает всю эту землю. Но последующий возвеличит приморский путь за Иорданскую сторону Галилея Язычникова. Что это за тьма? Это тьма их грехов. Это тьма Божьего гнева. Это тьма иностранных захватчиков. И вот именно в этом контексте и звучат слова пророка о надежде, о спасении, о Божьем решении. Друзья, в жизни каждого из нас бывают моменты, бывают периоды мглы. И вспомните, когда у вас был последний такой период. Вспомните, когда ваши чувства были переполнены отчаянием. По какой-то причине. Это могут быть глобальные события типа войны в Украине, когда люди живут там и все, что они видят. Это смерть, это разрушение, это взрывы ракет. Это могут быть глобальные вещи, как люди живут в Африке, им есть нечего. Это может быть тяжелое заболевание, о котором вы узнали, которое сегодня вас постоянно беспокоит болью и завтра очень печальными прогнозами. Это могут быть проблемы во взаимоотношениях, которые висят тяжелым бременем. Это могут быть какие-то личные проблемы, которые связаны с вами самими, с состоянием души, с каким-то расстройством. Но самый густой мрак, друзья мои, самый густой мрак окутывает нас тогда, когда причина этих бед в нас самих, когда мы понимаем это. Мы понимаем, это моя реакция, это мои желания, это мои страсти, это моя недисциплинированность. И вот когда христианин находится в таком положении, когда тьма сгустела, вот именно к нам Бог говорит, послушайте еще раз, но не всегда будет мрак там, где он сгустел. Это очень важная истина, которую нам важно помнить. Причина, почему он говорит об этом, заключается в том, что даже в этом сложном положении, в котором находился Израиль тогда, даже в этом сложном положении, у них было основание для надежды. Это основание в Божьем обетовании. Это основание в завете. Однажды Бог дал обещание Аврааму, потомки твои будут благословенны. Когда Бог обещает, Бог обязательно приведет тех, кому Он обещает, к тому, что Он пообещал. Мы с вами являемся участниками большего завета. Это новый завет, который Бог заключил со Своим Сыном Иисусом Христом и в нем со всеми нами. И независимо от того, какой период времени мы сегодня переживаем. Друзья, у нас есть надежда. Новый завет, согласно которому Бог обещал, не только то, что Он будет верен каждому, кто во Христе, но и то, что Он обязательно позаботится о каждом. Да, будет период тьмы. Он не гарантирует, что их не будет. Да, будут периоды, когда мрак, мгла наполняет. Но мы точно знаем, что Он обязательно приведет каждого, кто спасен Христом, вместо радости и надежды. И мы здесь переходим к следующей грани. Это действенная надежда. Говоря о надежде для людей, живших тогда во мраке и мгле, пророк, передавая Слово Божие, указывает именно то, что беспокоило их больше всего. Посмотрите второй стих. Он говорит, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Во-первых, он говорит об особом благословении для вот этих колен Завулонова и Нефалимова по всей Иудеи. И когда мы читаем об этом языческом месте, которое быстрее других подвергнулось Божьему осуждению, когда мы смотрим на то, что эти люди по своей греховности стали причиной, что здесь наиболее густая тьма, но по Божьему провидению именно туда пришел Христос. Именно в этом регионе Иисус Христос провел большую часть своей жизни. Именно там была сказана основная часть его проповеди. Именно там он совершил наибольшее количество чудес. И именно там, в этом регионе, оттуда были большинство из его учеников. Евангелие от Матфея, 4 глава, 13 стих, мы читаем. «Я оставил в Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом, Галилея Языческая, «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Как я уже сказал, в этом удивительная точность Божьих пророчеств, что Он не только предсказывает события, связанные с Мессией, но Он точно организует, достигая своих ювелирных буквально целей в жизни Своего народа. Ну, посмотрите, Он говорит здесь о очень серьезных вещах. Помните, когда Иисус Христос проповедовал, Он приходил в Иерусалим, то там спрашивали, а может ли быть пророк из Назарета? Все ясно понимали, что если благочестие существует в Израиле, то оно существует в Иудее, оно существует в Иерусалиме, оно существует там, где еще не забыли. А вот там, где, представляете себе, сначала Иерусалим, потом выше Самария, а потом еще выше Самария, земля Завлоновая и Нефалимова, то есть Галилея, которой даже назвали Галилея языческая. И вот Иисус Христос по Божьему проведению приходит именно туда. И Матфея отмечает, да сбудется сказанное через пророка Исаия. Кроме того, пророк говорит о радости. Третий стих. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобой. И дальше говорит, как веселяться во время жатвы, как радуются при разделе добычи. То есть, смотрите, радость – это прямая противоположность мраку безнадежности, противоположность отчаянию. Бог умножит народ, Он вернет его радость. Более того, Он увеличит эту радость. Однажды народ Израиля будет радоваться и будет веселиться. И не просто, а именно перед Богом. Здесь, смотрите, Он будет веселиться пред тобой. Дальше четвертый стих. Он говорит об освобождении от иго завоевателей. Ибо ярмо, тяготивший его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. В день Мадиама – это ссылка на то, что произошло во время Гидеона. Помните Гидеон, когда Бог чудесным образом освободил народ через маленькую группу людей, совершенно маленькую, силами, которые Господни, нечеловеческие Господни силы там действуют. «Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогрённая кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». Смотрите, Бог освобождает свой народ не только от проблем их греховности, но и от последствий их греховности. Посмотрите, Он говорит о освобождении от притеснителя, о том, что ярмо, тяготивший, жезл, поражавший, будут сокрушены. «Ибо всякая обувь воина, она будет отдана на сожжение и в пищу огни». Вот здесь мы подходим к главному. Мы говорим о том, что Господь освобождает, но Он освобождает удивительным, сверхъестественным образом. Мы подходим к самой главной части этого текста, к сверхъестественному решению. И вот здесь, конечно же, мне хотелось остановиться, если не на 42 года, то хотя бы на 42 проповеди. Но мы попробуем ее в 4,5 минуты уместить, вот эту очень глубочайшую истину, которая в этих двух стихах содержится. Посмотрите. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве, чтобы утвердить ему, чтобы ему утвердить его, и укрепить его судом и правдой отныне и до века». Ревность Господа Саваофа сделает это. Это удивительное решение, которое мы видим здесь. Вот когда мы читаем стихи до того, тихо 4 и 5, где сказано, «Жезл будет сокрушен», мы читаем «Обувь будет сожжена», «Обувь воина сожжена», когда мы читаем все это, то мы ожидаем здесь решение, которое было бы похоже, вот если бы после этого были слова «Ибо грядут воинства небесные, которые сейчас поставят всех под контроль и наведут порядок на этой земле». «This is how we think». Это как мы думаем. Но то, что мы читаем здесь, совершенно не укладывается в наше сознание. «Ибо младенец родился». Люди так не думают. Люди видят другие решения. Более того, мы, христиане, так не думаем. Мы всегда в наших ситуациях, мы сталкиваемся с проблемой, как ее решать. А сейчас я включу рычаги. Свои или собственные, или подключу людей, или связи использую, или обращусь к каким-то экспертам, к каким-то силам человеческим, которые действуют на понятном мне уровне. Это то, как мы все живем. Но здесь сверхъестественное решение. И, друзья, нужно отметить, что это единственное решение. Особенно в такой сложнейшей ситуации, когда тьма и мгла окутали, и когда причиной этой тьмы в огромной степени являются сами люди и их состояние. Чаще всего, когда мы попадаем в эти периоды мглы, мы, конечно же, не думаем о том, что это мы заслужили, это мы туда вложили что-то. Мы всегда видим вот они, вот те, вот эти, вот эти обстоятельства, оккупации, агрессоры, люди, которые нас не понимают, бесчувственные, люди ищут своего, болезнь, ни с того ни с чего случилось. То есть мы всего там. Естественно, конечно, наше решение, или поиск решения, вот именно в этой плоскости. Ну, пророк говорит о сверхъестественном решении, оно содержит в себе несколько важных граней, и у меня есть время только их упомянуть. Причина, почему я не останавливаюсь на каждом из них подробно, оно достойно для того, чтобы остановиться, в том, что на протяжении книги пророка Исаия мы будем возвращаться к этим темам много раз. У нас будет возможность их рассмотреть, каждая по очереди на протяжении этой книги. Во-первых, то, что мы видим здесь, что это Божье решение. Друзья, есть разница. Наше решение и Божье решение. Наше решение нам понятно, нам подконтрольно, мы знаем, как работают эти механизмы. Это наше человеческое решение. Вот почему у Ахаза было решение, и не только у него, у многих царей израильских и иудейских, было решение взять золото из храма, нанять войско в другой стране и защититься. Вот эти решения, которые у нас в нашей жизни, есть наши решения, понятные нам, которые нам, кажется, будут действовать. Но в действительности нам нужно Божье решение. Посмотрите, 6 стих подчеркнуло. «Ибо младенец родился нам». Как я уже сказал, младенец – это не египетская армия. Младенец – это не золото, при помощи которой можно купить армию, чтобы решить проблему иностранных захватчиков. Младенец – это даже не супергерой, если бы было написано, что «Ибо пришел Архангел Гавриил к нам», и он сейчас все это восстановит. Нет, это не так. Подчеркнуто, «Ибо младенец – беспомощность, по-человечески – неэффективность». Но это Божий путь, это Божий путь, это Он действует, «Ибо младенец – это решение, которое подчеркивает человеческую беспомощность, решение, которое полагается исключительно на Божью силу, на Его проведение. На Его любовь, на Его точность и на Его мудрость, действующую в нашей жизни». В этом одна из наиболее значимых тайн спасения. Христос пришел на землю младенцем. Он вырос в доме плотника. Одна из самых незавидных профессий без социального статуса. Он вырос в Назарете. Те, кто бывал в Израиле, имеют представление о том, что это не Иерусалим, это Галилея языческая. Более того, он въезжал в Иерусалим на осленке, он стоял перед Пилатом, как узник. Он был предан своим же собственным народам, как грешник. Но все это было Божьим значительным компонентом для решения наших проблем. Вот когда мы думаем, ну как так Петр предает Христа? Как так люди, которые только что встречали Осана сыну Давидову, теперь кричат «Распни его!» Вот мы смотрим, и мозг взрывается от несправедливости. Но, друзья, каждый из этих элементов – это необходимые компоненты общего плана, грандиознейшей, самой большой победы, которая когда-либо была совершена во Вселенной. Это грандиозный план спасения вашей души, моей души. Вот что значит Божье решение. Нам часто кажется, что Бог не действует. Мы не видим Его проявления власти и могущества так, как нам хотелось. Но это совершенно не значит, что Бог оставил своих детей. Нет, друзья мои, если вы участник Нового Завета, Бог держит вас в своих руках. Он будет это делать до конца. Второе – это решение через воплощение Сына. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам. В царских династиях с рождением сыновей связывали будущее. Сын – это наследник престола, он может быть сильным воином, который когда-то вырастет и обеспечит народу свободу. Но здесь речь идет о другом Сыне, и мы видим это из контекста. Речь идет о Сыне Божьем, о Сыне, который родился по пророчеству, о Сыне, который стал Богом, Бог, который, вернее, стал человеком. И Он это сделал для того, чтобы решить наши с вами проблемы. В этом наше упование. Этот младенец, мы точно знаем, Он – Сын Божий. Да, Он униженный, да, Он уничиженный, да, Он в смирении, да, Он гоним, да, Он кажется нам абсолютно подавлен всей системой, но это не так. Мы абсолютно точно знаем. Это Бог, который пришел на землю для того, чтобы дать свободу и поднять эту мглу. В этом наше упование. Мы возлагаем свои надежды на Бога, ставшего человеком, на того, кто стал одним из нас, кто вошел в наши беды. Помните, 1 Петра, 2 глава написано, «Ибо Христос пострадал, оставив нам пример». И дальше помните, как написано, «Чтобы мы шли по следам Его». Он прошел этот путь для того, чтобы показать нам пример, как идти этим путем. Он знает нас очень хорошо, Он чувствует нашу боль, Он понимает нашу реальность, Он не абстрагированный от человеческой действительности супергерой, Он один из нас, Он Бог, ставший человеком. Кроме того, это властное решение. Посмотрите, посмотрите на этот контраст, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам Бог, воплотившийся». И дальше, «Владычество» или «Власть» на раменах, на плечах Его. Он имеет власть. Это интересная вещь, друзья. Иисус Христос обладал и продолжает обладать абсолютной божественной властью, властью Владыки Вселенной. Став человеком, Он ограничил использование своей власти, но Он не потерял ее ни на мгновение. Помните, Он Петру говорит, «Вложи меч в ножны, ибо если бы я только захотел, сейчас во мгновение ока здесь были бы легионы ангелов, которые бы защитили меня». То есть, она у Него была, и когда Ему кричали, «Если ты, Сын Божий, садись со креста», Он мог во мгновение ока испепелить всю эту землю. Эта власть была у Него. И когда мы смотрим, младенец родился нам, и Сын дан нам, Бог воплотившийся, переживающий, все эти бедствия, которые мы с вами переживаем и через которые мы с вами проходим. Речь идет о том, кто обладал своей властью до самого конца. Более того, обладая своей властью, Иисус пришел на землю для того, чтобы совершить еще большую победу и чтобы вырвать нас с вами из власти дьявола. Он сделал это на Голгофском кресте. И именно для этого и нужно было пройти путь смирения, чтобы совершить самую большую победу. Кроме того, это сердечное решение. Что это значит? Посмотрите, он говорит и нарекут имя ему чудный советник. Это не просто младенец, не просто Сын Божий, который здесь живет на земле, зная все наши нужды и наши проблемы. Это не только тот, кто имеет власть и пришел сюда не как потерянный, не как просто, знаете, бросаемый судьбой, а точно движущийся по определенной цели. Но он имеет личный контакт. Он чудный советник. И слово советник, оно содержит в себе несколько серьезных деталей, серьезных граней. Наверное, первое заключается в том, что он нас понимает хорошо, он несет свое утешение, он знает жизнь так, чтобы подсказать нам, как ее жить. В этом богатство Христа. в этом решении вот всякой мглы, всяких этих периодов тьмы, в которых мы попадаем в той или иной точке. Он не просто творит чудеса, устраивая обстоятельства нашей жизнью. Он ведет нас через эту жизнь. Он готов вести нас через эту жизнь. Для этого он и стал младенцем и воплощенным Сыном Божьим. Он ведет нас словом своим, он ведет нас примером своим, он ведет нас мудростью своей, он ведет нас духом своим. Пройдя земной путь впереди нас, он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. Чудный советник не только помогает правильно понимать происходящее в жизни, и не только указывает правильное направление, он утешает, он поддерживает, он ободряет, он дает силы для того, чтобы мы могли продолжать свой путь. В этом уникальное богатство Иисуса Христа. Он показывает перспективу, он дает надежду, он помогает нам снова и снова обретать уверенность для движения вперед. Кроме того, это могущественное решение. Посмотрите, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя чудный советник, и дальше Бог крепкий». Несмотря на свою полную зависимость от небесного Отца и свою человечность, Божий Сын обладает полнотой силы. То есть, если в первом случае речь идет о власти, то здесь речь идет о силе, о реальной способности действовать. Нет ничего, что могло бы ему противостать. Никакой силы во Вселенной. Сын обладает полнотой силы. Во Вселенной нет ничего и никого, кто имел бы достаточную силу, чтобы противоборствовать, успешно противоборствовать Христу, находясь в наших обстоятельствах, переживая периоды мглы. Нам важно помнить, что Христос наш Спаситель. Он обладает всей силой, которая необходима для достижения поставленных им целей нашей жизни. Он может изменить людей, он может исцелить болезнь, именно поэтому он жил и творил все это. Он может остановить войны, он может изменять правительство, он может сделать землю так, чтобы она родила много урожая или же наоборот засуха была. Это все в его руках. В этом его силы. Но при этом нужно помнить, смотрите, что он наш чудный советник, что он наш Господь, он наш Спаситель. Вот этот сильный Божий младенец. Кроме того, это глобальное решение. Еще одна деталь здесь важная. Посмотрите. Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество, на раменах его нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности. Знаете, влиятельные люди земли рано или поздно теряют власть и умирают. И с ними уходят их планы. Посмотрите, много разных правителей, которые пытались строить какие-то планы, приходит другая власть, все это перекроили, все это убрали, и делали что совершенно иное. Мы с Таней были во время саббатикал, были в местах, где были основаны первые церкви, и там много таких мест, где были раньше языческие храмы. Это такие гигантские сооружения, которые строились сотни лет. Представьте себе, никто же не живет сотни лет. Это значит, один царь начал, там одну колонну только эту, мраморную, будут тесать лет десять, а там этих колонн сотни. Так вот, они, значит, один царь начал, его сын продолжает, его внук продолжает, его праправнук какой-то еще когда-то, может быть, закончен. Но вы знаете, даже эти храмы сегодня в руинах, по простой причине, потому что они не вечны. Люди не вечны, цари не вечны, цивилизации не вечны. Меня удивляют сегодня люди, которые борются за то или иное государство, и патриотизм свой поднимают. Друзья, пройдет все. Все. Все нации пройдут. Какая бы она хорошая ни была, и какая бы она дорогая вашему сердцу ни была, абсолютно все исчезнут в пепел. Но есть только один, о котором сказано, отец вечности. Или посмотрите, everlasting father. Есть только один, который начал свой план, последовательно осуществляет. И нам кажется иногда, что для того, чтобы вырваться из нашего мрака, нужно вот сейчас вот эту сиюминутную задачку решить. Друзья, у Христа намного более серьезные масштабы измерений. И Он измеряет не только то, чтобы сейчас облегчить, а то, чтобы в вечном масштабе решить ваше благословение и достичь наилучшего результата в вашей и в моей жизни. Вот почему Иисус Христос, Иисус Отец Вечности. И последнее – это полноценное решение. Посмотрите, чем заканчивается этот весь список. Младенец родился нам, сын дан нам, владычество или власть на плечах его. Нарекут ему имя чудный советник, he is personal, он близок. Бог крепкий, он силен решать проблемы. Отец Вечности. Но посмотрите, самое последнее – князь мира. Здесь два вот этих слова. Князь можно перевести как правитель, как царь. И мир – это шалом. Он управляющий шалом. То есть он несет, он утверждает. Он единственный в этом его цель – принеси в твою душу глубокий мир. Шалом – это намного больше, чем только мир, это удовлетворенность, это полноценная жизнь, это полнота, которую Иисус Христос реально несет в жизнь каждого спасенного им человека. В этом благословение, друзья. Пророк Исаия заканчивает свое обращение подтверждением неизменности Божьего обещания. Посмотрите еще раз шестой стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Дальше. «Умножению владычества его, то есть его власти и мира, то есть шалом, нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой, то есть праведностью отныне и до века». И посмотрите, он говорит, «ревность Господа Савофа сделает это». То есть Бог клянется самим собой. Он говорит, абсолютно точно. Невозможно, чтобы этого не случилось. Царство Иисуса Христа будет вечным, оно будет безграничным, оно будет абсолютно праведным, но Бог гарантирует это своей собственной личностью. Подумайте сегодня о ваших проблемах. Возможно, вы сегодня проходите период мглы или мрака. Возможно, ваш ум сегодня бьется в поиске решения тех проблем, которые у вас есть. И у каждого из нас есть какие-то проблемы. Иногда только они сгущаются больше. Но у каждого они есть. Посмотрите, где вы ищете решение. Чаще всего, как это большинство из нас делаем регулярно, мы ищем эти решения в людях, в человеческих возможностях, в каких-то действиях, которые мы хотим совершить. И чаще всего мы приходим к еще большему отчаянию в такой точке. Так вот, сегодня, друзья, то слово к вам. Ибо младенец родился нам. Сын да нам. Тот, кто обладает всей властью во вселенной, стал вашим чудным советником, чтобы принести в ваше сердце мир, чтобы дать вам утешение и надежду, чтобы решить ваши проблемы в глобальном смысле и чтобы принести великий шалом. Если ты переживаешь сегодня мглу в своей жизни, несколько практических шагов перед тем, как мы помолимся, я хотел бы предложить самое первое. Вспомни о Божьем Завете и о его любви к Сыну. Это самое большое. Вот здесь, кстати, очень важно. Если вы не христианин и не христианка, все остальное вам будет, оно к вам не относится. Сегодня вы можете стать участником этого Завета. Это все очень просто. Это когда сердцем своим мы соединяемся с Христом, доверяя свою жизнь Ему. Верующему же человеку нужно вспоминать о Божьем Завете. Нужно вспоминать о Его любви в Сыне, которая к нам сегодня проявлена. Независимо от того, какой бы густой мгла ни была в твоей жизни в данный момент. Вспомни о Божьем Завете. Второе – поверь в Его любовь, доверься Ей. Несмотря на боль, несмотря на атаки, несмотря на неприятности. И, друзья мои, если вы сегодня живете и вам кажется, что ваша жизнь под контролем у вас, будьте уверены, скоро наступит момент, когда этот контроль вы потеряете. И это произойдет с самой неожиданной стороны. Как я уже говорил, это могут быть дети, это может быть здоровье, это может быть политика, это может быть сосед, это может быть что угодно. Друзья, нам нужно понимать, что у нас, у христиан, есть привилегия доверяться Его контролю. Доверьтесь Его любви. Третье – возложите ваше упование на Его власть и на Его силу. Вы знаете, как найти отличие? Вот мы уповаем на Него или на свою собственную силу? Очень легко это проверить. Вы больше молитесь о проблеме или больше беспокоитесь о ней? Вот если больше молитесь, вы верите в Его силу. И помните, филиппийцам 4 глава, и мир Божий, помните, где сказано, но всегда в прошении, молении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И что дальше? И мир Божий, который превыше человеческого ума. То есть, there is no human explanation. Нет человеческого объяснения. Он соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. И четвертое – будь послушен Его советам. Wonderful counselor. Это чудный советник. Он имеет советы о каждой ситуации в жизни. Шестое – будь уверен, что Христос, или пятое – что Христос решит твою проблему. Обязательно. И намного больше в масштабе, чем ты думаешь. Самое последнее – прими Его шалом в свое сердце. Друзья, мы будем совершать вечер Господний сейчас, и я хочу призвать каждого присутствующего здесь. Давайте пойдем ко Христу сейчас. Давайте принесем к Нему свои проблемы и доверим Ему свою жизнь и наше будущее для того, чтобы наполниться Его надеждой, Его миром, Его удовлетворением. Давайте преклоним колени и проведем немножко времени в тихой молитве. Принесите ваше сердце сейчас молитвы Господу. И вспомните ваши боли и ваше отчаяние, и ваше переживание и возложите на Него надежду с тем, чтобы возрадоваться об Иисусе Христе. 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 мы сегодня принадлежим тебе и у нас есть надежда у нас есть обетования твои, которые ты сделал неотъемлемой частью нового завета и я прошу тебе, Господи утверди каждого из нас сегодня в доверии этим обетованиям ты знаешь каждого из нас ты знаешь, Господи, все процессы которые происходят в наших сердцах в нашей жизни Господи, нам нужен ты больше всего больше, чем люди больше, чем деньги больше, чем связи, политика здравоохранения Господи, я благодарю тебя за то, что мы знаем тебя за то, что большинство находящихся здесь знают тебя я прошу тебя, Господи помоги нам жить, доверяя тебе помоги нам осознавать тебя любить тебя быть благодарными за любовь твою помоги, Господи, каждую возникающую проблему нести к тебе и искать твоего решения и искать твоего решения благодарим тебя за эту историческую иллюстрацию, которую ты оставил на страницах книги пророка Исаии благодарим за то, что ты сегодня через нее направляешь нам нас к тому главному обетованию которым были движены все святые во все времена обетованию сына обетованию Мессии который стал нашим спасителем благодарим тебя за это во имя Иисуса Христа Аминь Аминь